Первый совет, как найти девушку твоего уровня, быть безобразно богатым. Нет, это не один из моих советов, но я признаю, что многие из вас в комментариях напишут, Антони, у меня нет денег или нет ресурсов, у меня нет наживки, чтобы привлечь к себе внимание девушке, которую хочу. Знаете что? Есть способы это все обойти. И сегодня 7 советов, чтобы получить девушку своей мечты. Господа, советы в сегодняшнем видео очень личные. Почти 20 лет назад я использовал их, чтобы найти девушку своей мечты, и я до сих пор с ней. Вот что мне в них нравится, так это то, что они не устаревают. Первый совет, это уверенность. Если вы думаете, что любая девушка из вашей лиги это проблема, у вас должна быть уверенность принимать тот факт, что мы все люди. Ни одна женщина не лучше, чем мужчина, как и ни один мужчина не лучше, чем девушка. Да, она красивая, привлекательная, и все вокруг нее кажется превосходным. Но у нее тоже есть свои слабые места. Поэтому нас всех объединяет одна категория, человечность. Осознав это, у вас появится уверенность пойти и начать говорить с кем угодно. Чтобы получить высокий уровень уверенности, вам необходимо следить за своим разумом и телом. Я знаю, что многие из вас хорошо питаются и ходят в зал. А вы посещаете врача? Я знаю, что это частая проблема. Большинство мужчин не ходят к врачам. Совет номер два. Играйте в свою сторону. Если вы инженеры и в свободное время ходите в спортбар, то вас будут окружать мужики. Возможно, надо что-то поменять. Вернусь в прошлое, когда я был моряком в Пенсаколе. Когда я дембельнулся, то я вернулся в колледж. Для чего я это сделал? Чтобы наверстать упущенное, так как я получил доступ ко всем вечеринкам. А знаете что? Там было много девчонок. Так что я попал в нужное окружение. Что я хочу сказать? Просто создайте вокруг себя такие условия, в которых вы будете окружены женщинами. Если вы хотите встретить женщину. Сотни идей, если вы в школе запишетесь на уроки ИЗО. Или драматический кружок. Пойдите на танцы. Точно вам говорю, женщины всегда хотят научиться танцевать. А мужчин на танцах очень мало. Не ведите себя странно в стороне. Будьте естественны и получайте удовольствие в правильном окружении. Следующее правило. Выделяйтесь. Для тех из вас, кто из Австралии или Англии. Что случается, когда вы посещаете Америку? Девушки по вам тащатся. Вы знаете, о чем я. Они любят ваш акцент. Вы просто начинаете говорить, а они уже теряют голову. Используйте это, ищите способы выделяться. Если вы в окружении, где мужчины плохо выглядят, тогда попробуйте приодеться, так вы сможете выделиться среди других. Надев костюм, вы будете отличаться от окружающих и привлекать к себе внимание. Четвертый совет, и он немного противоречив, так что пишите в комментариях, согласны вы или нет. Он звучит так. Произведите впечатление. И не важно, хорошее или плохое. Потому что главное, чего стоит избегать, так это остаться незамеченным. Меня этому научил один тренер. И у него, поверьте, была восхитительная жена. Что он сказал, его жена думала, что он полнейший кретин, когда они встретились. Но вот в чем суть, она запомнила меня. Я извинился позже. И так мы начали общаться. То есть у него получилось произвести впечатление. Вот что я запомнил. Но, ребята, не стоит все воспринимать как есть. Я не хочу, чтобы вы вели себя как мудаки. Я хочу, чтобы вы спросили себя, можете ли вы произвести впечатление на окружающих. Могу ли я сделать так, чтобы эти люди меня запомнили? Это может быть что угодно. То, как вы одеты, как вы говорите. Найдите ваш способ выделиться из окружения, чтобы вас запомнили. Далее, друзья, играйте в игры с числами. Начинайте говорить, знакомиться и говорить привет. Нет, Уайн Грецкий сказал, 100% попыток, которые вы не делаете, вы их упускаете. Так что вам просто надо начать действовать и начать говорить с девушками. Ведь если вас не запомнят, если они даже не знают, что вы есть, как вы себе представляете возможность пригласить ее на свидание и узнать поближе? Возможно, это лучший совет, который я получал. Это научиться собирать отказы. То есть вам нужно четко понимать, что вы хотите проводить время с девушкой, и ей необходимо просто дать ответ, да или нет. И если она говорит вам нет, тогда что? У вас как минимум появился отказ, и вы можете продолжать. Иногда вы будете получать да, и тогда вы будете улучшать ваши показатели и научитесь принимать отказы. Следующий совет, следите за собой. Вы должны быть уверены в том, что ваша прическа в порядке, а кожа хорошо выглядит. Гигиена, это важно. Не просто чистить зубы. Пойти к стоматологу и привести в порядок пломбы, если у вас пахнет изо рта. Далее обратите внимание, как вы одеваетесь. Я весь канал посвятил этому. Женщины очень умные, они смотрят поверх внешности. Они спрашивают себя, могут ли они поддержать разговор с этим парнем. Поэтому вам надо больше читать. Не нравится читать? Слушайте аудиокниги или смотрите документалки по Нетфликс. Что бы то ни было, ищите возможности прокачивать ваш интеллект. И, конечно, следите за вашим жилищем, где бы вы ни жили. Я получил письмо от одной женщины, она просила меня сделать отдельное видео на эту тему. Потому что однажды она пошла на свидание с парнем, а потом они зашли к нему в гости, и это было ужасно. Если что, у меня есть видео про места, которые надо держать в чистоте. Кто забыл, то смотрите видео, ссылка на него в описании. Следующий совет очень важен. Это имейте стандарты. Вам необходимо знать, что вы ищете. Скажу честно, это производит впечатление, когда у вас есть стандарты, и вы следуете им. Потому что у большинства мужчин они отсутствуют. Мы постоянно попадаем в ловушку. О, она заинтересовалась мной, пусть мне не нравятся некоторые черты ее характера. У меня уже были отношения с такими, это всегда плохо заканчивалось. Возьмите и запишите свои пожелания, чтобы не забыть и придерживайтесь своих стандартов. Ну а сейчас я поделюсь с вами своей историей. Но перед этим ставьте лайки, подписывайтесь, и если у вас есть что добавить, пишите об этом мне в комментарии. В далеком 2000 году я принял решение, что хочу путешествовать и провести месяц в стране, в которой я никогда не был раньше. У меня есть друзья в посольстве Украины, и я подумал, Хм, поехали посмотрим на остатки Советского Союза, пока он полностью не исчез в истории. И когда я попал туда, знаете что? Я разительно отличался. Я тогда был молодым офицером, у меня начала развиваться уверенность, которой ранее в колледже у меня не было. Я находился в ситуации, когда я мог познакомиться с большим количеством людей. Я коучсерфил, общался с новыми людьми, жил в разных семьях. И они сами проявляли инициативу знакомить меня с одинокими дамами. Могу констатировать факт, что я не был шикарно одет. Зато у меня было свежее дыхание и американская печать из посольства. У меня также были стандарты. Я сходил на несколько свиданий, я знал, что я ищу. И когда я встретил такую девушку, то я не стал сидеть сложа руки, а сразу перешел к активным действиям. В течение 72 часов, как я встретил свою уже жену, я сказал ей, что женюсь на ней. Я произвел слегка сумасшедшее впечатление. Я прилетал несколько раз, и в конце концов мы поженились и жили в Украине.